Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продажу выложили набор из двух танчиков. Конкретно АМХ 30 вы еще можете взять себе отдельно. Ну а что касается Бураска, которого положили в набор, то его можете себе заполучить только лишь если будете покупать набор за 18,5 тысяч золота. Как выглядит набор, что в него положили, сейчас будем с вами разбираться. Что касается лично моего мнения, 18500 мы сейчас чуть позже обсудим. В состав набора входят две машины, два Камо, причем на Бураска мне заходит камуфляж, а вот что касается АМХ 30, то мне он не нравится. Какой-то уж слишком он детский и слишком пестрый. Есть по X5 на каждую из машин в количестве 20 сертификатов и я бы сказал, что это поможет вам поднять ваши копилки, но не прям так уж совсем заоблачно. По крайней мере на АМХ. Дело в том, что АМХ далеко не фармер, ну и соответственно особо каких-то там огромных прибылей я не рекомендую вам ожидать. А вот что касается Бураска, там действительно их гораздо комфортнее и удобнее и в принципе более толково можно реализовать. Что касается трех контейнеров мистических, неплохая замануха, но в целом, ребят, помните по поводу своего фарта. Взвешивайте его абсолютно адекватно для того, чтобы понимать, какие ваши шансы им выбить что-то из данных контейнеров. У каждого свое везение в нашей с вами игре. Есть открытое оборудование на тот и на другой танк, да, поможет сэкономить серебро. В целом, на этом все. Говорить что-то про анимированную Аватар Розу, ну я бы не хотел, потому что в принципе, ну как бы ни о чем. Практически в каждом наборе, поэтому его за ценность я лично не считаю. Что касается приобретения машины отдельно, целых два варианта разработчики предоставляют за 10 тысяч в голом состоянии. Мне почему-то кажется, что это все-таки дороговато. Но если бы хотя бы там тысяч восемь с половиной, ну до девяти, окей, хорошо, еще хоть как-то там скрипя зубами, и то есть очень сильно нужна именно эта машина. Что касается в наборе, то в наборе за 12 с половиной уж точно не совсем понимаю, почему такой ценник. Потому что получается, что в две с половиной тысячи, ребят, оценивается открытое оборудование. Да, пускай сэкономите серебро, но мне кажется, что оно не столько стоит. Есть не анимированный Аватар и есть Камо. Но Камо, опять-таки, мне кажется, не стоит даже двух тысяч, по-моему, он там немножко дешевле. К сожалению, нет возможности посмотреть, сколько стоит, потому что у меня на машине уже камуфляж есть. Таким образом, мое скромное мнение, если и покупать АМХ конкретно, то лучше брать его в составе набора с Бураском, если Бураска у вас нет. Потому что в таком случае минимальный ценник берем за 10 тысяч, да, АМХ, то тогда за восемь с половиной вы получаете все остальное. В частности, Бураска и кучу всяких там плюшек, да, в том числе и три контейнера. Но это мое скромное мнение, пишите свое в комментариях, как вы считаете более грамотным покупать и вообще, видите ли вы смысл приобретать себе одну, либо обе из этих машин. Что касается АМХа. АМХ машина интересная, здесь я ничего сказать не могу. Я взял себе в свое время на новогоднем аукционе на Твинг, поиграл на нем и плюс-минус позитивное впечатление машина на меня произвела. Есть, безусловно, негативы в данном автомобиле и мы обязательно их сейчас обсудим. Что касается позитивов. Позитив в минус 10, склонение орудия, это очень комфортно, удобно и ты действительно не чувствуешь себя ущербным в бою. Можешь отыгрывать на неровностях, но ни в коем случае не от башни. Что касается урона. 310 единиц урона, довольно неплохо, с учетом того, что вы кидаете это с периодизацией в 6,7 секунды. С учетом установленного оборудования, амуниции, я смог довести цифры до вот таких вот показателей. Время сведения довольно комфортное. Что касается разброса, тоже вполне нормальный. И что касается точности орудия, периодически, ребят, бывают промахи. И что самое парадоксальное, я начал замечать, что такие промахи происходят не тогда, когда я начинаю двигаться или перестал находиться в движении и остановился. А когда как раз соперник начинает куда-то отъезжать, у меня складывается впечатление, что в этот момент пушка начинает немножко косить. Потому что когда стоящего соперника я бью, попадаю туда, куда надо. Ну а когда он начинает двигаться, начинает куда-то от центральной точки снаряд уходить. Что касается бронепробиваемости, здесь 232 изначальных. И да, безусловно, против некоторых десяток это будет мало. И хотелось бы чуть больше. Но я поставил себе оборудку именно на досылатель для того, чтобы выиграть целых полсекунды ко времени перезарядки. А на случай, если вдруг я встречаю какого-нибудь бронированного товарища, я использую просто подкалиберные, которые в целом, ребят, не такие уж и дорогие. И пару раз за бой кинуть голдой можно, особенно если ты пытаешься победить. Что касается, ребят, брони. Брони здесь нет. Просто забудьте об этом слове. Есть вроде бы где-то что-то там по щекам башни, какая-то приведенка. Но в целом все это пробивается просто на ура. Единственным прямым конкурентом на уровне есть Т-55А. Потому что это единственная еще одна машина на уровне из премиумных. Все остальные проходные. Есть еще одна там машина, которую мы не скоро с вами увидим, поэтому ее в учет брать не будем. По Т-55А здесь немножко пободрее будет башня и здесь гораздо чаще рикошетит. Ну а что касается корпуса, в принципе, все то же самое. Мне лично, несмотря на то, что Т-55А более бронированный, если можно это так называть, нравится все-таки АМХ. Не знаю почему, поиграл на АМХ, и он мне как-то зашел гораздо больше, хотя вроде бы у Т-55А и ДПМ повыше будет. Да тут, в принципе, у всех ДПМ повыше, если не считать МК-7-1. Поэтому АМХ это далеко не машина, на которой необходимо от ДПМ отыгрывать. Что касается всех остальных показателей, в чем-то лучше, в чем-то хуже. Но стоит, ребят, отметить два вопроса по данной машине, точнее два аспекта, которые меня очень умиляют. Во-первых, подвижность данной машины, которая существенно лучше, чем у многих других. Да, есть Леопард, который типа на 65, а этот на 60 имеет скорость. Но все-таки, ребят, все остальные не то чтобы нервно курят в стороне, но, я бы сказал, немножко отдыхают. Что касается доходности, то самая высокая доходность на уровне, что тоже, кстати, приятно. Да, это не фармер, но, по крайней мере, вы либо в минус уходить не будете, либо будете там в более существенном плюсе, если сравнивать, допустим, с Т-55А. Что касается процента побед, вот здесь уже становится действительно интересно. Это как раз вот второй аспект, о котором я говорил. 56% против 52% у Т-55А. По-моему, дальше что-то рассказывать смысла нет, да и плюс обратите внимание на количество игроков. То есть, АМХ является более популярной машиной, хотя Т-55А не раз уже вылетал на продажу в магазин, в контейнерах и любыми другими способами разработчики предлагали заиметь данную машину. Я не думаю, что есть еще что-то обсуждать, стоя в ангаре, поэтому отправляемся с вами в бой. Ну, а пока мы туда отправляемся, я приглашаю всех вас к себе на дискорд сервер. На данном дискорд сервере вы можете пообщаться с ребятами, которые разделяют любовь к танкам. Вы можете ознакомиться с новостями игры, причем вне зависимости от того, на каком сервере вы играете. Новости там публикуются, как только они выходят в официальных источниках. Плюс к тому, есть раздел новости канала, где публикуется информация о выходе новых видео. Это поможет вам не пропустить видосы, которые на канале выходят довольно-таки часто, по несколько раз в день как минимум. Поэтому, друзья мои, заходите на дискорд. Ну и плюс к тому, ребят, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои комментарии. В комментарии обязательно указывайте свой никнейм в игре, если вы хотите поучаствовать в очередном розыгрыше, который состоится буквально завтра. Для этого необходимо быть подписанным на канал, писать комментарии, минимум под пятью видео, которые выходили в пределах недели. Ну и прийти на стрим субботняя катка для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше. Ну и весело, приятно провести время. Всех жду с нетерпением. Что касается машины. Поехали заценивать. Ехать вперед на ней изначально не сильно рекомендую, потому что картон. Поэтому лучше пустите кого-нибудь вперед в разведку, ну а дальше уже своим довольно скорострельным орудием поддерживайте своих союзников. Что касается, ребят, моего отношения в целом к девятым левелам. Я не люблю девятки. И сейчас попытаюсь объяснить почему. Дело в том, что девятка это уже не восьмерка, но далеко еще и не десятка. Отыгрывать против десятых левелов крайне неприятно. Сейчас крайне фартовый бой, потому что против меня десяток не будет. Это уже очень хорошо. Но когда ты играешь на девятках и попадаешь против десяток, это действительно крайне неприятно. Поэтому я девяток не то, что недолюбливаю. Есть пара девяток, которые мне нравятся. В частности, К91. Обалденная машина. Но в основном девятки меня вообще не привлечают. Что касается, ребят, времени сведения, точности и всего остального. Крайне классно быстро перезаряжается орудие. Практически всегда ты не замечаешь этого процесса. И в целом он не является для тебя каким-то сложным. Что касается точности. Как я сказал, замечал за этой машиной вот такой вот какой-то прикол по поводу того, что если твой соперник стоит на месте, то твоя пушка стреляет гораздо точнее. Вот как сейчас я попал практически в центр своего прицела, да, то есть снаряд пошел именно туда, куда я хотел. А вот что касается того момента, когда начинает отъезжать соперник, тотчас же, несмотря на то, что мое сведение не меняется, тотчас же снаряд начинает лететь куда-то не совсем туда, куда я планировал. Ну и, соответственно, очень часто приводит к промахам, если ты играешь на дальних расстояниях. В целом, ребят, на дальних расстояниях на данной машине отыгрывать комфортно. Главное просто, чтобы соперники находились в пределах вашего разброса, чтобы они не были где-то там в стороне. Насколько реализуем ДПМ? Реализуем, если вы будете играть аккуратно, если вы будете быковать, если вы будете рваться в бой первым, то, понятное дело, вас будут разбирать, вам будут делать неприятно и больно. Вот как я сейчас, допустим, немножко тупанул, выехал и имел возможность отхватить, но, слава богу, парень находится явно на перезарядке. Ну что, поехали, попытаемся вокруг него как-то покрутиться, что ли, немножко. Несмотря на вполне себе приемлемую подвижность у машины, при этом все, машина все равно остается далеко не прям супер булитом спортивным. Соответственно, закручивать, я бы не сказал, что прям кайфово, но периодически выходит. И сейчас, в принципе, я мог бы его вполне спокойно закрутить, ничего бы не получилось у него. Да и плюс машина сама, которую я планировал закрутить, не сильно подвижная в развороте. Вот такими вот абсолютно несложными действиями в бою я накосил, грубо говоря, 4000 урона, что я лично считаю довольно классным. Именно поэтому АМХ мне нравится гораздо больше, чем Т55А. Причем Т55А, ребят, я получил абсолютно халявно. Это одна машина, единственная, которая выпала мне за 9 лет игры в танки из платного контейнера. Прошу не путать с бесплатным. С бесплатных выпадала, а вот из платных Т55А была единственной машиной за все 9 лет, и она мне не зашла. А вот АМХ, купленный за кровную голду, мне понравился. Действительно классная машина, просто необходимо ее понять, просто необходимо понять, что тебе нет необходимости ехать первым в бой. Пусти кого-то в разведку, ну а дальше уже подтянись и помогай со всей силы своим классным орудием. Я обязательно лайкну вот этого вот товарища, ну просто потому, что он молодец и в своей команде действительно сделал неплохой результат. Что касается всех остальных в команде, то как вы видите, что львиную долю хпшки у соперников отобрал как раз я. Что касается доходности, по доходности машина довольно-таки неплохо себя показывает в таких боях, но опять-таки для такого результата, представьте себе этот результат на 8-м левеле на фармящей машине. Ну понятное дело, что там будет красоваться не 86 тысяч чистоганом. И это, ребят, с учетом того, что она скинула против девяток, а не против десяток, и голдовые снаряды использовать не приходилось. В целом, если ради интереса, если ради фарма, точнее, если ради фана, то машина довольно прикольная, довольно интересная, если вы готовы справляться с картонным средним танком 9-го уровня. Ради фарма, безусловно, машину брать не стоит, потому что она не является фармером. Лучше тогда берите что-нибудь на 8-м уровне, там, где коэффициент фарма выше, ну и, соответственно, возможности вашей гораздо шире. Вот такой вот он АМХ-31 прототип. Покупать или не покупать, и в составе какого набора, здесь уже определяться вам. Мое дело, как обычно, показать исключительно честный обзор на данную машину, снятый с одного дубля, ну и, соответственно, чтобы вы понимали, как плюс-минус машина будет себя вести, и чего вам от нее ожидать, если вы среднестатистический игрок. Я не скиловик, я не статист, я обычный игрок такой же, как и вы, и я знаю цену кровной голды. Поэтому, друзья мои, подписывайтесь на канал, если вы за честные обзоры, и всех жду в гости. А на данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!